вот наш магазин все для шитья он находится напротив метро международная зимний наш город санкт-петербург вот метро международная за столбиком спряталась метро вот наш магазин все для шитья просто вот здесь переходите через дорогу и вот он наш магазин все очень быстро добрый день дорогие друзья в нашем магазине достаточно большой выбор пряжи но я сегодня хочу уделить особое внимание пряжи супер лана макси турецкой фирмы alize всем фирма достаточно известная достаточно популярная и пряжа это также получила очень большую популярность на российском рынке я выбрала такую небольшую группу цветов сейчас попробуем ее повязать посмотрим что получилось у наших девушек у нас она в принципе это пряжа в продаже уже пять лет и вещи которые мы с ним вязали они еще связаны до 2020 года то есть по года три уже носим шапочки шарфики я решила вот заказать для нас собрала на макси видите она более так объемная 100 метров на 100 грамм но я решил под заказать еще цветовой гаммы магика тоже 100 метров на 100 грамм здесь шерсти чуть больше на пять процентов здесь 30 процентов шерсти на 100 грамм но она менее объемная она такая более шнурковая пряжа я бы сказала супер лана макси она такая более пушистенькая я бы сказала объемка акрил объемный здесь идет в магике у нее будет как прессованная нить но в принципе носится супер лана макси достаточно хорошо до сказывается то что в ней большое количество акрила принципе не очень дорогого акрила но и этот акрил и не самый плохой для бюджетные нитки очень даже все неплохо персона супер легко супер хорошо ложится наташа связала наша продавец себе такую шапочку и собрала на макси ну я же сама за один вечер достаточно легко сколько тебя наташа ушло пряжи ровно один моток ушел на шапочку а шарф у тебя длина какая ты мерила его наверное где-то полтора метра полтора да я вижу уже три мотка вот ушло у него ширина можно конечно и он большими спицами связан десяткой по-моему да а девяточкой связано шапку каким ты вязала семерочкой семерка на то что вязала шапочку что очень правильно если мы хотим более плотный трикотаж получить то мы берем более тонкие спицы если хотим получить более рыхлые то соответственно берем побольше спицы что для шарфа шарф должен драпироваться шапочка конечно желательно такой формы чтобы она сидела достаточно формована сейчас попробуем повязать крючочком если мы из этой пряжи хотим более плотное вязание конечно мы возьмем крючок восьмерочку можно даже 6 но хотелось бы сохранить объем если и сохранить объем взять шестерочку то без вязаное полотно под крючком может дать достаточно такую заклёканность возьмем светленькую ниточку восьмурочку спасибо вас тоже смотрите какая косичка хорошая объемная получается наши покупатели нас с праздником поздравляют забегают смотрите как прошло на супер ванну ложится под крючочек к пушистик получается конечно если вы хотите чтобы более зажатое начало это надо на скользящей петелечки делать то вот так мы делаем ниточку захватываем рабочую как я всегда это выкручиваю понять сама не могу честно вам скажу какие-то делаю и мы начинаем одну воздушную петлю надо сделать обязывать кольцо которая потом потом мы затянем если мы хотим сделать чтобы назначало было такое не было кольца в серединочке дырочки дырочки если мы не хотим что она была я сейчас покажу на скользящей петле как это начальник ты ведь можно было еще сделать петлю иначе не получается кольцо то есть есть еще местечко у нас и могли бы воспользоваться не положить еще столбики вот и тут уже затягиваем и смотрите как оно все намертво видите дырки никакой нет можно вязать смело шапочку брать смотрите у меня есть мастер класс я вам дам ссылочку здесь где-нибудь вверху я сейчас размещу подсказку на мастер-класс как вязать шапочку по кругу крючком чтобы не было шва и можете воспользоваться этим мастер-классом и связать из этой пряжи шапку будет очень хорошо смотреться сейчас я вам еще свяжу какой-нибудь элемент у нас будет образец на витрине я вам покажу как какой-либо мотив знаете сейчас очень много изделий всяких разных вяжут из толстой пряжи из мотивов ну вот я какому-нибудь мотивчик покажу как он смотрится в этой пряже я взяла четыре цвета так у меня получилось по четырех цветам связала квадрат молниеносно честно вам скажу очень быстро буквально за какие-то наверно 20 минут я его связала может полчаса весит он где-то 30 грамм и его величина не будем пико брать берем внутреннюю часть 20 нет не 20 обманываю 18 вместе с пико да 20 вместе с пико будет 20 под растянута она уже постирана я постирала чтобы проверить все данные его то есть за какие-то несколько вечеров вы можете связать достаточно такой красивый пледик в детскую в подарок кому-то и 10 квадратов если 20 20 43 вот посчитайте 10 квадратов это у нас 300 грамм получится то есть вяжите не бойтесь толстыми нитками вязать получается очень хорошо крючок берем 8 восьмерку то грамм ой почему 8 6 половиной нет я вязала восьмеркой я таки со слепу схватила 6 половиной крючок и не вязала похуже да что я вам хочу сказать берите восьмерку он у вас и больше получится и более мягкий трикотаж я уже шестеркой но вот со слепу схватила и чувствую что он знаете такой жестковатый ну как восьмеркой жестковато получилось мало ли нет это я три шесть покинай взяла на радость охапнула заберем 8 воздушных петель что в этом квадратике у нас будет самое сложное десятку наберем 10 я набирала 3 4 5 6 вот расслабиваются нитки это понятно раз два три 4 5 6 7 8 9 10 что будет самое сложное это прятать ниточки они толстые но как вы уже обратили внимание вот это у меня изнанка вообще-то она мало чем отличается от лица то есть кто боится что ниточки мы не спрячем мы их спрячем и даже хорошо попрячем вот здесь видите можно было эту ниточку так вот убрать чтобы и этой нитки не было но вот честно вам скажу ничего мы идеальным сделать не можем поэтому не заморачивайтесь не углубляетесь во всякие такие детали которые не создают общей картины и ничему особо и не мешают наоборот тоже как-то создает некий такой асимметричный диссонанс который и которыми интересна ручная работа 10 набрали смыкаем здесь начали как вот толстые нитки вот говорят толстыми нитками легко вязать вот кто сказал кто к чему привыкнешь так легко вязать эти вот для меня толстые нитки я все во первых я всю грязь вижу намного больше чем если бы я вязала тонкими нитками теперь раз два три 4 4 воздушные петли 1 2 3 4 сделаем вот опять расслоение идет опять мы ее забираем 1 2 2 накида обхват пошел делаем столбик с двумя накидами не довязывая столбик с двумя накидами не довязывая и протягивая полностью ниточку прихватили и расслоили ее яка скрутка здесь больше крючок потому что нужно 6 половиной маловато для этой нитки поэтому и прихватываю расслаиваю но раз первый уже квадрат я связала 6 половиной вяжем этот также 1 2 и вот так мы с вами к сколько делаем раз ой мамочки не довязываем опять в обхват не довязываем почему не советую делать на скользящей петле во-первых потому что жесткий нужен жесткое основание центр потому что это будет у вас плед ну в принципе хотите делайте на скользящей кто смотрел мои мастер-классы знает что я ее не люблю использовать только в самых таких уже необходимых случаях и вот так мы с вами делаем 12 вот таких лепесточков 2 накида и 3 столбика с единой вершиной ну что будем вплетать цветной нить связали 12 лепесточков вокруг 10 воздушных петель и начинаем в плетении нити в тонких нитях это еще хоть как-то можно чего-то куда-то а здесь надо очень четко иначе будет все видно смотрите за заднюю стенку мы беремся и протягиваем не розовую нить как бы мы хотели до провязываем другого цвета нить данном случае бордовую провязали подтянули заходим подарочка захватываем не делаем столбик без накида поворачиваем эти ниточки потому что мы сейчас захватим чем больше мы все попрячем будет лучше нам потом с концами работать и теперь делаем не как в схемах обычно пишут три воздушные петли а мы делаем с вами даже можно было раньше смотрите завернуть хвосты чего это я про них забыла так вот хвосты уже когда протянули бордовую нить хвосты уже спрятали и теперь захватываемся подарочку и протягиваем рабочую нить вот она так делаем и теперь две воздушные петли 1 2 накид заходим подарочку не заканчиваем расстроилась ниточка знаете почему она расслоилась потому что крючок толстый повторяю это крючок толстый ой тонкий извините 6 половина а надо 8 вот из-за того что он тонкий для этой нити вот он и расслаивает не захватывает нос полностью нить и теперь протягиваем полностью весь вот этот лепесточек вот так мы с вами перешли на цветную нить раз два три сделали проводите сзади ниточки так чтобы они аккуратненько легли и еще раз их можно зафиксировать здесь посмотрим сейчас не заканчиваем столбик 5 накид второй столбик не заканчиваем еще накид 3 столбик не заканчиваем и протянули все вот эта ниточка которая там вы ползти пытается нам цветная она уйдет потом назад все ее можно больше не фиксировать затем я вам покажу если у меня здоровья хватит как их еще можно дальше закончить прятать чтобы наш точно не выползла кто не знает посмотрит и опять три воздушные петли мы делаем и опять вот так накид пошел и опять мы делаем вот такой же лепесток крючок берите больше точно вам говорю утверждаю с каждой петлей вот как я вчера мучилась думаю вроде же крючок правильно подобрала все почему так толсто почему так жестко но не жесткий так чтобы дубовая но жестковато можно мягче лучше мягче крючок оказывается вот он вот он как я не увидел что он шесть с половиной не 8 не увидела вяжем вот так вот в каждую арочку заканчиваем делаем 3 воздушные петли вот сделали заходим в первую петельку предыдущего ряда за заднюю стенку лучше берем следующий цвет протягиваем нить побольше мало взяла здесь я нити пусть хвостик чтобы остался побольше бог с ним легче работать потом будет здесь тоже сейчас подтянем все здесь будет посложнее почему потому что сразу на мин . некуда будет спрятать поэтому все тут пока держите так она будет уезжать по неважно 1 2 2 воздушные петли делаем 1 2 3 3 воздушные петли и того у нас получилось 5 воздушных петель и начинаем формировать угол круги у нас закончились теперь у нас пойдет формирование угла делаем накид пропускаем один лепесток и делаем столбик с одним накидом не заканчивая 2 с одним накидом не заканчивая 3 с одним накидом не заканчивая все вместе пропустили теперь здесь очень важно 2 воздушные петли именно 2 накид следующий такой же лепесток делаем с одним накидом и одной вершинкой 3 столбика также как не делали вот теперь очень важно 4 воздушные петли 1 2 3 4 и вот эти 4 воздушные петли это и будет у нас самый торцевой угол белый накид и продолжаем опять же делать лепесток как и делали вот он у нас 1 2 воздушные петли так как делали быть здесь и опять лепесток сделали теперь 3 воздушные петли вот пошла сена теперь у нас будет стена угол мы сделали делаем стеночку 1 2 3 делаем 1 накид и в центральный лепесточек следующий делаем столбик с одним накидом вот такая картина далее делаем 1 2 3 и опять что мы с вами формируем угол накид и пошли делать точно так как я сделала только что в предыдущем углу все вот делаем еще раз повторяем вот такой же угол и вот такую стеночку четыре раза стена четыре раза угол и встречаемся сформировали четыре угла четыре стены переходим на следующую нитку раз-два во вторую воздушную петлю заходим берем другой цвет протягиваем его эти ниточки 2 которые у нас нового цвета и прежнего цвета подтягиваем и закладываем здесь есть куда будет куда заложить делаем 2 воздушные петли и обхватываем арку делаем столбик ой мамочки куда этот улепилась так сделали и смотрите какая здесь закономерность если у нас предыдущем ряду было так надо вот здесь как-то мне подтянуть что-то хашми это не нравится ну а пусть будет каши сейчас посмотрим что у меня здесь где начало где конец здесь явно начало почему-то нет никакой такой каши ведь я начала вижу за счет чего вот это вот за этой ниточки который меня выскакивает здесь так предыдущим было три воздушные петли значит в этом ряду будет 4 можно и сделать либо исполнить будет делали один столбик 2 на втором столбике делаем пико 1 2 3 за одну ниточку здесь достаточно столбик дальше опять раз два два столбика перепрыгиваем здесь было две воздушные петли значит три делаем 1 2 над на втором делаем пико 1 2 3 сделали пико сюда же делаем еще один столбик теперь у нас где у нас 4 было мы делаем 5 но как мы делаем раз внимание здесь два на третьем мы делаем пико на пико у нас из 5 воздушных петель 1 2 и вот смотрите кто не смотрел мои видео посмотрите или смотрите сейчас если мы будем присоединяться если мы будем делать одно полотно единое я просто не хочу сейчас сделать мы возвращаемся вот в этот столбик на третьей петли мы протягиваемся делаем еще раз два и делаем пико вот 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 мы начинаем соединение вот мы начинаем соединение смотрите и далее мы опять делаем два столбика затем заходим как здесь заходили как я вам рассказывала и присоединяемся к этому пико раз воздушная петля на второй идет присоединение смотрите мои мк там все это есть очень подробно хорошо изложено практически во всех мк у меня есть плейлист соединение мотив его там смотрите насмотритесь всяких разных соединений так вот и заканчиваем мы смотрите как уже получается интересно честно говоря очень классики приедет покрывала я бы покрывала были бы у меня внуки я бы им связала покрывается вот такой спален но у меня их пока нет будем ожидать моих внуков можно уже если тоненькие тоже ниточки хороших квадратик очень симпатичный а если более тоненькие ниточки можно кофточку связать очень хорошо получится тушь и они самое главное вот многие говорят дырки дырки вот честно вам скажу если вы вяжете шерсти полушерсти полушерсти достаточно уже жарко а из мохера вот у меня шаль она вся в дырку но она ник но из мохера она греет как никакая честно вам скажу если у вас ниточка полушерсти шерсть будет кофта будет несмотря на дырки теплая конечно не на температуру там минус 15 минус 20 что-то надо поддевать то вы понимаете все в меру она теплая как не странно